Девушки отдыхают... Они спрашивают, знаете как, они сразу своим вопросом завлекают меня в армяне. Потому что на армянском спрашивают. Ха, есть? Я говорю, нет. Мне один армянин говорит, как нет, ты же понял, что я спросил. Я одного армянина поймал, я говорю, он меня спросил, ха, есть? Я говорю, нет, он, как нет, ты же понял, что я спросил. Я говорю, давай твоим же способом. Я говорю, ты русский? Он говорит, нет, конечно. Я говорю, как нет? Ты же понял, что я спросил. Он мне такой, а ты точно армянин, точно, точно наш, хитрец, молодец. Причем каждый раз, когда у меня спрашивают, кто я по национальности, я всегда задаю встречный вопрос. А какая разница, кто я по национальности? Он говорит, нет никакой разницы. А зачем ты тогда спрашиваешь, если нет разницы? Ну, странно же. Это все равно, что такси вызвать, таксист приедет, скажет, не поеду, братан. Просто интересно было, приедешь ты или нет. Вот вас как зовут, молодой человек? Игорь. Игорь, занялись бы со мной сексом? Нет. И я бы не занялся. Просто интересно. Ну, странно же, согласитесь. Вроде мы все выяснили, но осадочек-то остался. Чуть-чуть, согласен, да. Но вы не переживайте, не будет такого, что концерт закончится, а я на входе буду. Ну, что, Игорек, ко мне, к тебе? Осадочек разбавим. Ну, реально странно. И для меня это странно, знаете почему? Потому что, вот смотрите, у меня жена русская. Неправильно сказал, у меня жена русская. Да, она встречалась там с мальчиком. Они не были женаты. А я знаю, что есть заповедь, типа, не возлюби жены ближнего своего. А нет заповеди, не возлюби женщины, человека, на которого тебе по***ть. Вот. А там, вот этот, знаете, парень пральный, максимально. Вот это, сын маминой подруги. Мечта любой матери. Вот этот человек, он под рубашку майку нательную надевает. Вот этот человек в машине пристегивается. Понял? Вот этот человек. Думает, что усы прям всем идут. Вот этот. Про него еще потом в новостях соседи говорят, никогда б не думали, что жену свою убьет. И по 4 500 ровно расфасует по пакетам. Вот, я вот отбил у него. И оказалось, что когда мы знакомились с родителями, и стали об этом говорить с родителями, что мои родители были не против того, чтобы я с ней встречался и вообще жил с ней, женился на ней. Они мне так сказали. Главное, чтобы адекватная была. Не как первая. Понимаю прикол? Потому что первая пришла знакомиться с кавказскими родителями в красных ботфортов. Знаете, вот эти красные ботфорты, ваковые? Ну, это же на этапе производства уже плохая идея. А она в кавказскую семью пришла. Отец такой сразу, слава богу, кто-то в нашей кавказской семье на лошади будет уметь ездить. Мне кажется, прийти в красных ботфортов к кавказскую семью, это все равно, что вот так антилопа вот так в прайд львов зайдет. Вы че, кошки драные? Вы время видели? Меня кто-то будет догонять? Я вам еда или насрана? Кто вожак? Ты вожак. Петух ты, а не вожак. Понимаю? Я, если че, вот там в красных ботфортах. Догоняйте. И мои были не против, а ее родители были против, оказывается. Понимаете, в чем прикол? Они были против. И я думаю, надо поговорить с ними. Надо точно с отцом поговорить, потому что я понимаю, как он рассуждает. Майку под рубашку носит. Понимаете, вот это, в машине пристегивается. Усы у него идеальные вот такие. То есть он прям такой. Я ему звоню. И он мне сразу, так, послушайте сюда, молодой человек, у вас ничего общего не может быть. Мы из разных миров. Я думаю, из каких? Вы вампиры, мы хачи. Какие разные? Из каких разных миров? Я и че, впадну с волками нормальными и двигаться? В чем проблема? И он мне говорит, все, у вас ничего не получится. Я против ваших отношений. Я говорю, хорошо. И вот так, 15 лет, хорошо. У нас уже двое детей. Единственное, знаете, что, мне кажется, чуть-чуть странно она детей воспитывает. Вот реально странно. Через напряг. Вот начинает воспитывать, и напряг сразу возникает. Она недавно, дочка, говорит, ты, иди убери в своей комнате. Дочка говорит, не буду. Захочу, уберу, захочу. Нет, это моя комната. Я думаю, это моя малая. Она еще стоит, так усы почесывая. Моя малышка, точно. И жена долбить прям ее начинает. Ты не понимаешь. Ты знаешь, что у меня в твоем возрасте не было своей комнаты. Я жила в общаге. Я спала с бабкой на одном диване. Ты знаешь, как бабка воняет? Я жене говорю, а ей нахрена эта информация? Жена говорит, она должна ценить то, что имеет. А если не будет ценить, она не поймет. Я говорю, тогда добей ее. Скажи, видишь этого хача, двухметрового. Трахает меня по ночам. Что это за подход? Причем, а с другой стороны, вы знаете, я сижу и думаю, блин, а с другой стороны, нельзя же дискредитировать авторитет жены в глазах ребенка. Но она воспитывает. То есть нельзя дочери сказать, дочь, не слушай, мать, ху** несет. Я выступал на одном мероприятии, и я вот это сказал, и сидел муж с женой. Я говорю, нельзя дискредитировать авторитет жены в глазах ребенка. И мужик сидит с женой и такой, почему? Иногда даже нужно сказать, и прям в жену, что она ху** несет. Я думаю, ты бессмертный, ты еще... и жена вот так вилку держит и нож берет. А зачем ты тогда на мне женился, она у нее спрашивает. И вот в зале вот такая же тишина наступает. Все девочки в зале превращаются в одну большую тещу с вот такими лицами. Я так ждал, когда они все вместе скажут, да пи**ался! Потому что мужики все превратились в одного большого тестя. Все вот такие мужики были, да пи**ался. Никто, никто не полез. И причем я стал задуматься. Смотрите, у кого есть дети? Похлопайте. У кого есть дети? Вот. Почему мы так воспитываем детей? Потому что нас так воспитывали. Я даже стал вспоминать простой случай, когда ты пытаешься поехать отдохнуть. Тебе мать говорит, поезжай в село, отдохнешь. Кто ездил в село городские? Похлопайте. Помните вот этот первый раз, когда вы в село приезжаете? Когда ты приезжаешь, такой ха-ха! Круто! Село! Яблоки пожрал, перски пожрал, абрикосы, виноград, все пожрал, тебя срать приперло. И ты по дому бегаешь, такой, а где сортир? А где туалет? Я у сестры двородной спрашиваю, а вы что, не срете, не ходите? Она говорит, срем, ходим, вон туда. И в окно мне показывает, в конце огорода сортир. И тут этот квест начинается, потому что ты во двор выходишь, там эта собака. Это смесь ублюдка с ублюдком. У которой зубы десны больше, чем зубы, видишь? А когда она на тебя рычать начинает, которая признает только бабку и гуся. Я у бабки спрашиваю, а как проходить? Она говорит, а не переживай, она на привязи. Я говорю, так привязи на весь двор хватает. Я вот так еле-еле, и ту самую культуру, хорошая, хорошая собака. Я самый культурный был. Она такая, пысье, пропустите княжа Иркенова откакать, пожалуйста. А ты еще идешь, смотришь, там кости эти лежат, обглоданные. Ну это, наверное, те, кто не прошел. Это кастрюля железная с одной ручкой, в которой вместо еды земля лежит в этой кастрюле. Я вот так вот в огород просто пролетел, только успокоился, в огороде гусь на тебя прет. Там к ним петух подключается, на тебя, и ты, ну вот, басня, пожалуйста, как пёс, гусь, петух пухлого каскаса, закошмарили, пожалуйста. Я вот так залетаю, я помню, в этот туалет, закрываюсь, сажусь вот так, поднимаю голову, смотрю вверх, а там осы в углу. и я сижу, думаю, а как срать? Ну, предполагается же полное расслабление, а ты как тут расслабишься? У тебя столько задач, тебе ноги надо не обгадить, ты дверь держишь, потому что этот ромбик деревянный ни хуя не замок! И осы еще надо этих контролировать. И ты, я сижу, думаю, ну понятно, почему все сельские такие здоровые. У них каждый день день ног, день рук, и к Ордеву Ане летают. И я вот это, только от этого, я отошел только. Я сплю, и в пять утра кто-то над моей головой так, вставай. Я открываю глаза, смотрю, дед, а я вот такой, перекошенный просто. И говорю, а зачем? И мне дед говорит, на сенокос поедет. Я вот, я вообще не понимаю, я как будто под бутератами, меня, меня швыряет всего просто. Вот так вот, я говорю, а можно я хотя бы пописаю? И дед мне, говорю, давай, с крыльца, пока бабка не видит. Я вот так ссал, вот так сидя ссал, потому что я залипал все время, и я вот так вот, залипал, я все лицо себе обоссал. И мы вот так приезжаем на сенокос, приезжаем на сенокос, я у деда спрашиваю, я говорю, докуда косить? Дед мне говорит, до горизонта. Я говорю, а ты в курсе, что у нас земля круглая? У нас сенокос в бесконечности. Дед мне говорит, меньше слов, больше дела. И пошел, 94 года, и каждый раз он куда-то в точку уходил просто. Я иду, думаю, он сейчас сзади появится. Со словами, иду на второй круг. Я у него спрашиваю, я говорю, а дед, а зачем мы в 5 утра приехали? Он мне говорит, пока не жарко. Я говорю, это не работает, мы до вечера косим. Я клянусь, я 1 сентября, 1 сентября, все дети вот так идут, школа, школа, я скучаю. Я единственный, кто вот так шел. Еще возмущался, почему линейка так поздно в 9 утра, а не в 5. Пока не жарко. И вот я вот это все анализирую, я понимаю, что не только нас так воспитывали, но и наших родителей так воспитывали. И их родителей так воспитывали. У всех же дед в школу ходил в соседнюю республику. Я у деда спрашиваю, как ты в школу ходил? О-о-о-о! Ты что? 7 утра, я выхожу. Сначала Пурга, потом перевал Дятлова, потом Июль. И вот я прихожу в школу, а мне в школе говорят, «Осменка». И я такой, еб***ь. Иду обратно за Сменкой, Июль, перевал, Пурга. Возвращаюсь. И никогда не опаздывал. Никогда. Причем, вы знаете, вот смотрите, даже если проанализировать элементарные какие-то вещи, вот давайте сексуальное воспитание возьмем. у кого было сексуальное воспитание? Поаплодируйте. Вот один еб***ь. Понимаете, один кобель. Что вам говорили на сексуальном воспитании? Все. Кто? Мам, пап. Ты видишь, все ва** в каком. Потому что никого так не воспитывали. Кому 30 плюс? Похлопайте. 30 плюс. Это все, знаешь что? Это все воспитанники видеокассеты. Которую надо сначала найти. Потому что ее то между книг прячут, то в секретаре где-то она лежит. А потом еще надо запомнить, на какое место надо перемотать обратно, чтобы родители не спалили. Знаете, после чего я перестал эту кассету смотреть? Когда я психологическую травму получил. Я начинаю смотреть эту видеокассету и что-то там а, а, секс, что-то не секс. И я такой, ну, наверное, сейчас я себя буду удовлетворять. И только я начинаю это делать, и в этот момент на экране поздравляем 11-й Б с окончанием школы. Я вот так с членом в руках посреди комнаты стою. И я думаю, ну, ладно, что я сейчас на завуча передернул. Это хрен. Вы что, на мой выпускной порнуху записали? Я пока сексом не позанимался, я думал, что женские половые органы это маленькие клеточки. Очень плохое качество было. Я еще говорю, это что такое? Это что такое? Мне кинты говорят, это пиксели. Я говорю, неправильно ты говоришь, правильно я же говорю, письки. это пиксели. Да нет, пиксели. Я говорю, да нет, это письки. Я считаю, что это шутка апогеи моего творчества. Просто даже, смотрите, вот если брать сексуальное воспитание, вопрос возникает. Если никого не воспитывали, то понятно, почему по статистике большинство мужчин сексом занимается ну так себе. И никто не спорит. Ну да, ну да. Ну вот так, как на кассете. Мне еще жена говорит, а ты можешь улыбаться? У тебя хлебало очень суровое. Мне дали. Я вот это все думаю и возникает у меня мысль, а как воспитывать тогда своих детей? Вот меня сексуально не воспитывали. Я что буду говорить детям? Вот у меня сын и дочь. Я им абсолютно разную информацию буду давать. Я дочери буду говорить никому не давай. Сыну буду говорить трахайся, а что движется? Ну странно? Это же странно, согласись. Ну то есть, если мы желаем своим детям счастья, то значит мы должны что-то другое говорить. Но тоже с другой стороны странно будет дочери говорить дочь. Дочь, прям досудорок, трахайся. Что бы прям на сквертолете ты улетала. Ну я от своей дочери не могу так сказать. Если я своей дочери так скажу, подойдет моя жена и скажет, а что это у нее будет, а у меня не было. Я знаете, какую вещь понял? Вот смотрите, по поводу детей. в целом, вот этот весь генетический дискомфорт, который в нас заложен, его можно прервать. А базовые вещи ребенку можно рассказать. Типа сказать, ну не кури, не бухай, не употребляй наркотики, уважай старших, не зарабатывай деньги на войне, не держись за власть 25 лет. Спасибо.